Под пристальным вниманием общественности остается дело подозреваемого в смертельном ДТП на перекрестке Сумской-Динамовской Александра Маматюка, который полгода провел в СИЗО без права внесения залога. Добиться изменения меры пресечения адвокатам удалось только в конце декабря. Вторым резонансным производством в отношении патрульных оказалось дело Владимира Тарадая и Артема Нетикова. В апреле 2016-го копы, приехав на вызов о драке, были вынуждены применить спецсредства, так как участники драки оказали сопротивление при задержании. Прокуратура сочла действия патрульных превышением служебных полномочий и подала ходатайство об отстранении копова должности. Суд это ходатайство отклонил. Подобные действия прокуратуры адвокаты копов называют попыткой заставить патрульных работать по правилам старой системы. Однако главный патрульный Харькова Вадим Блесничук оценку действиям правоохранителей не дает. Утверждает, в обстоятельствах дела должно разбираться следствие. Каждый делает свою работу. Прокуратура также делает свою работу. По результату я не берусь давать оценку другим правоохранительным органам. Шеф Харьковской полиции признается, столь пристальное внимание общества и СМИ к патрульным, хоть и является неплохим стимулом для самих полицейских, однако нередко приводит к необоснованной критике в сторону копов. Ведь после реформы и переаттестации органов полиции промахи других подразделений МВД заносятся именно на счет патрульных. Абсолютно все, что появляется в интернете с словом полиция, все пропускается, как самая патрульная полиция. Полицейский взял где-то хабар. И ставится фотография в интернете, фотография патрульного полицейского, и все понимают, что это как будто взял хабар патрульный полицейский. Если дальше по тексту прочитать, там написано, там працивник какого-то районного ВП. В целом, работу харьковского ведомства Лесничук оценивает позитивно. Признается, за три месяца менять пришлось совсем немного, ведь работа управления уже налажена, равно как и сотрудничество с другими силовыми структурами. Да и отношения горожан копы оценивают положительно. Утверждают, доверие есть, а это главное. В дальнейшем обещают наладить взаимодействие с жителями и сделать Харьков одним из самых безопасных городов Украины. Александра Новосел, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.